Здравствуйте! Меня зовут Шестухина Татьяна Валерьевна. Я педагог дополнительного образования по краеведению Дома детского творчества «Союз». Моя образовательная программа – школа юного экскурсовода. Также я являюсь действующим экскурсоводом по Санкт-Петербургу. Это позволяет мне совершенствовать свои профессиональные навыки и передавать их юным экскурсоводам. Я считаю, что педагог в современном образовании должен быть не только в роли учителя, но и в роли ученика. Поэтому я постоянно нахожусь в процессе непрерывного самосовершенствования. Посещаю семинары, конференции, использую ресурс вебинаров. Тем самым развиваю личностные профессиональные качества. В своей педагогической деятельности я применяю личностно ориентированный подход, который позволяет мне увидеть особенности каждого ребенка. На занятиях я стараюсь создать такую образовательную среду, в которой каждый учащийся имеет возможность для самореализации. Этому способствует вовлечение детей в проектную, исследовательскую, экскурсоводческую деятельность. Приобретая такой опыт, ребята формируют социальные навыки и потребность участия в социально значимых мероприятиях. Сегодня, при дыре праздника Дня защитника Отечества, мы пригласим двух ветеранов – Валентина Ивановича Латарова и Михаила Петровича Зорова. Встреча будет проходить в формате пресс-конференции. Ведущей буду я, Катя, потому что писала работу о Михаиле Петровиче Зоре и знакомых с ним. Ребята, как вы понимаете, что такое пресс-конференция? Мы задаем вопросы у... Пресс-конференция – это встреча, на которой приглашены официальные лица ветеранов, и вы, ребята, как журналисты. Наши занятия проходят на базе Историко-краеведческого музея, лесной с прошлого в будущее, Дома детского творчества «Союз». В фондах музея хранится много ценных экспонатов, с которыми ребятам очень интересно знакомиться и изучать. При изучении истории города мы используем архитектурно-пространственную среду Санкт-Петербурга, совершаем увлекательные выездные экскурсии и образовательные квесты. Приобретая навык составления экскурсии и ее проведения, ребята участвуют в районных и городских конкурсах и занимают призовые места. Как называется пруд, у которого мы сейчас с вами находимся? Серебряный пруд. Существует несколько легенд, объясняющих его название. Например, когда-то здесь был ресторанчик, посетители которого бросали в воду серебряные монетки. А официальное название этого пруда происходит в том, что на берегу пруда были высажены ивы и березы, которые, отражаясь в воде, давали серебряный отблеск. Обучаясь по программе «Школа юного экскурсовода», ребята имеют возможность проводить экскурсии для младших учащихся, тем самым мотивируя их для дальнейшего развития. Несколько лет мы взаимодействуем со школой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные экскурсоводы проводят виртуальные экскурсии, участвуют в совместных досуговых мероприятиях. Равноправное общение с такими ребятами способствует воспитанию нравственных качеств, сочувствию, уважению и доброте. Одной из важных задач обучения по программе является развитие у учащихся познавательного интереса. Этому способствует вовлечение ребят в исследовательскую деятельность. В процессе составления экскурсии ребята приобретают навыки самостоятельной работы с разными источниками информации, навыки грамотного изложения текста и правильного его оформления. Презентуя работу, учащиеся демонстрируют навыки публичного выступления, проявляют учебно-познавательные и коммуникативные компетенции. В нашей семье сохранились документы времен Великой Отечественной войны моих родственников. Воевали моя прабабушка Любовь и ее брат Александр Леташ. Александр Моисеевич перед началом войны находился в Феодосии, в Крыму. Сохранилась фотография, на которой Александр изображен в белых махалатах. Изучение исторического наследия в процессе исследовательской деятельности формирует патриотическое самосознание и духовно-нравственные ценности. Я думаю, что совместная деятельность педагога и учащегося должна проходить в комфортной психолого-эмоциональной среде. Это важно для формирования у детей позитивного отношения к жизни и к себе. Ребята, которые позитивно мыслят и осознают себя творческой личностью, в дальнейшем более способны к самореализации в современном мире. Продолжение следует...